Шашки Галаева Шашки Галаева Шашки Галяева Шашки Галаева Шашки Галяева Шашки Галяева рядом с ними уже, ну выросли, мужчины, начались рок-н-ролл. Но самое интересное, вы думаете, что это скучное вступление? Обычно какой-то трэш, угар, ааа! Вот теперь интриги, скандалы, расследования. Вы не заметили, что общего на всех этих фотографиях? А общего вот, вот и вот, вы понимаете, сиамские близнецы, общий скелет, ну посмотрите, да, действительно, вспомним, вспомним просто, что это было, вот, вот, вот. Вот, они же срослись, понимаете, в чем дело. И сейчас вы думаете, что как оно пойдет обычно, да, то есть сейчас доктор появится с пилой, он их разрежет, и будут они гулять по отдельности, жить своей жизнью, песенки петь, ничего подобного не случилось. На самом деле, это был суперклей, китайский суперклей, где в детстве они еще приклеились, ну и, соответственно, он же был китайский, поэтому в будущем все развалилось. Ну и после этого начались всеобщие претензии, то есть «Да вот ты всю жизнь меня!», вот тут вот говорит Татьяна на своей партнерши по скелету. «Ты всю жизнь меня прижимала, не делала то, что я хочу, то есть все время за тобой я, ну и вот теперь я отделилась, пойду в театр играть, стану даже режиссером, по-моему, судя по этой картине». Ну и, в целом, после этого мы заметили Татьяну на фестивале «Кандай-Тамошак-Козе» 2010, где она заняла первое место, выиграла приз «Тойота-сороковка», после чего Татьяну нашли, ну ладно, не будем говорить мертвые, просто вверх ногами лежащие на каком-то диване. Видите, никто даже и не умер. Татьяна у нас в гостях сегодня. Мы играем здесь в шашки, и в шашки играем на желание. Ну ты в курсе, ты смотрела, сказала передачу до середины, потом плевалась, бежала в ванну, да, не понравилось. Ну ладно, ладно. Мы сейчас посмотрим, что будет. Первый ход мой, да, почему-то мне все время вот продюсеры расставляют как-то непонятно. Ну раз белый у меня, теперь я хожу первый. И первый вопрос, что нужно знать о Тане Ким, нашим зрителям? Вообще, что нужно людям знать о тебе? В детстве была не Кристина Агилера, а в детстве был дуэт Эль, Саша. Дуэт Эль был? Да, то, что ты видел на фотографии, это был дуэт Эль. Но все остальное правда, да? Да, да, все остальное, конечно, правда. Как я говорил, всегда правду говорил. Всегда правда, да. И? Все? Все, да? В детстве был дуэт Эль. Нет, ну, ну, что можно сказать людям, которые меня не знают? Я все равно ничего не успею сказать о себе, поэтому… Ну как, есть же какие-то такие вот вещи, о которых вот это надо знать. Вот я там, не знаю, повар пятого разряда, надо бы знать об этом. А вот ты? Татьяна Ким, цветная истеричка, вот. Ух ты, цветная истеричка, замечательно. Мы раскроем этот образ Татьяны в течение программы, я надеюсь. Какая миссия может быть у цветной истерички на этой планете? Вот интересно. Вопросы такие у тебя сложные. Миссия – провоцировать людей на действия какие-то, наверное. Миссия, миссия. Да, миссия – это моя, это провокация. А, цель. Какой цели это должно привести? Ну, понятно. Твоя цель. Конечно быть счастливым человеком. Какая еще была цель? В результате того, что ты цветная истеричка и заставляешь всех что-то делать, ты должна стать счастливой. Мне кажется, это диагноз. Я не заставляю людей делать что-то. А, ты их сподвигаешь? Конечно, конечно, провоцирую. Они сами все должны делать. Цель – стать счастливой. Ну, извини, такая какая-то все-таки завуалированность, недосказанность, опять же, осталась. А где же вот это – сподвигнуть нас на что-нибудь при всем при этом? То есть, хотелось бы раскрытие цели. Что значит счастливым человеком? Что значит счастливым человеком? А, ну, сейчас я начну про гармонию и все прочее. Да нет, это ерунда. Да, конечно. Ну что, штуку быть счастливым? Быть счастливым – это быть творчески удовлетворенным человеком, зарабатывать какое-то количество денег и всякая прочая фигня. Это вот, то есть, все время в процессе, то есть, быть. А что, до сих пор нет как-то еще все? Нет, конечно, до сих пор да. А, тогда, значит, цель уже достигнута. И еще больше. Нет, 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 нет. Цель у меня… Хорошо, что ты не спросил про мечту, потому что вот я недавно говорила, что все мои мечты превратились в цели. Вот. Глобальная цель моя – это действительно быть счастливым человеком. Очень много маленьких разных целей. Удерживать чемпионство в течение всей жизни, да? То есть, удерживать… Причем тут чемпионство, Саша? Ну, чемпионство имеет достижение цели быть счастливой. Ты счастлива и всю жизнь счастлива такая, да? Ужасно. Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть таким. Я хочу быть таким. Нет, Саша, ты неправильно меня понял. Нет? А что? Нет. Ну, я не понял, ты объясни. Да. Быть счастливым – это означает не все время быть «I'm happy of feeling this», а быть просто человеком, ну вот для себя, вот мне даже плохо, но я счастлива от того, что мне плохо. Мне хорошо – это круто, что мне хорошо. Чего ты достигла? А, здорово, Тань, ты молодец, само себе сказать. Понятно. То есть, в целом… В целом, как у всех. Да, как у всех. И живешь для себя. У тебя нет никакой, там, вот, этой миссии, которую ты сказала – сподвигать людей к чему-то. Это так ты сказала, да? Нет, я не живу для себя. В смысле? Нет, впервые женщина в программе «Шашки Галаева». Я не знаю просто, как общаться. Вообще, почему «Шашки Галаева»? Хорошо, что не «Пешки Галаева», я не знаю. Ну почему? Мы в «Шашки» играем, а ты, кстати, не походила, между прочим. Я пришла к «Шашке Галаеву». Ну, может быть и так. Про «Шашки Галаеву». Ну, конечно, ты же копирайтер, все время к «Славу» найти. А я тоже. А ты тоже, а я заметила. Я замаскировал, ты нашла. Не-не-не, вернемся. Что там, что там? Что там, что там? А, ну для себя жить только глупо? Ну, в смысле, что такое жить? Да, я живу для себя. Тогда какая цель не для себя? Цель не для себя? Я же тебе говорю, провоцировать людей в плане, вот, в многогранном значении этого слова… Понятно. Ну а зачем имеется цель? Это конечный результат. Ну, потому что по-другому как жить, просто жить, это… То есть, не для чего? Провоцировать ради процесса? Нет. Ах. Давай конкретно случай разберем какой-нибудь. А то так мы словами кидаемся и никто… Ну, это потому что нету цели, я вот так только могу сказать для себя. У тебя какая цель, Саш? У меня какая цель? У меня действительно нет никакой цели нести ничего с этого. Вот клево, смотри, если значит, ну, окей. Ну, у меня цель сейчас узнать твою цель, вот скажем так. Вот, поэтому я говорю, давай разберем конкретный случай. Давай, какой? Твой же случай, откуда я знаю, какой? Ну… Это как в анекдоте, знаете, милиционер, а как проехать товарищ милиционер? Говорит, откуда я знаю? Ну мы же милиционер, вам лучше знать. Куда проехать? Нет, ну просто это так настолько… Что… Какая цель? Какая может быть цель у человека? Жить, жить клево, жить хорошо, весело. Вот. Ну, в общем… Деваться всяких разных вещей. Все понятно, да. Все как у всех, Саша, да, абсолютно. Все понятно. Я просто хотел… О миссии обычно как бы говорят как-то вот, что есть какая-то миссия, а потом непонятно, зачем тогда она раз цель, как у всех. Тогда зачем какая-то миссия, как не у всех? Ты только что это придумал. Нет, ну почему нет? Только что. Вот ты только что это сказала. Хорошо. К примеру. Вот есть… Возьмем работу, да, допустим. Есть люди, которым ничего не надо. Есть люди, которые хотят сидеть на своем рабочем месте, чтобы все было комфортно, делать только ровно столько, сколько им дали сделать. А я человек, который прихожу к этому человеку, говорю, чувак, делаешь очень мало, даже если он делает достаточно. Вот, нужно сделать больше. И даже если это приводит к конфликту, я знаю, что человек задумался, и это спровоцировало его в конечном итоге сделать больше. Ну вот как-то так. Это очень грубо скажем. Цель – улучшить результаты людей. Вообще улучшить людей, так или иначе. Нет, нет, нет. Я не собираюсь улучшать людей, что за предположение такое. Люди, они такие, какие есть. Просто есть люди, которые сидят на месте, есть люди, которые не сидят на месте. Вот. Есть люди, которым нужно помочь, может быть. Я понял. Это комок противоречий у нас в гостях. Ты лучше ходи. Я выходила. Завяжемся в ступень. Я хожу, да? То есть ты меня настолько запомнил, что я же забыл об этом. Ладно, я это сделаю. О, щет. Смотри, что я сделал. Это специально было, да? А я же могу съесть две. Ты должна это делать? Окей. Ты не имеешь вообще никакой другой возможности. Это отлично. Это прекрасно, Саша. Я не практиковала шесть раз, как ты. Я все понял вот это вот сейчас. Я провоцирую людей. Угу. Ладно, мы от этого всего уходим и переходим в рубрику «Внезапно», потому что я внезапно опомнился. Мы же на моей программе. Черт, блин. Итак, это рубрика «Внезапно», а у нас в гостях гуру карате Доши Токан, обладательница перламутрового пояса, чемпион Нанайского автономного округа и города Читы, Татьяна Доши Ирак. Здравствуйте, Татьяна. Я знаю, что вы очень долго занимаетесь карате и являетесь гуру в своем деле. Да, я очень долго занимаюсь каратей и являюсь гуру в своем деле. Мне очень приятно. Сегодня мы анонсировали, вы в курсе нашим телезрителям, что вы покажете три основных удара, три основных приема в карате Доши Токан. Отлично. И я прошу вас в аплодисменты. Разумеется, мне нужен партнер, Александр, это будете вы. Итак, мы смотрим первый удар от гуру карате Доши Токан. Удар мрачной черепахи. Удар мрачной черепахи, конечно, не жена. Разумеется. Вот это он. Вот так. То есть, а если у человека нету обода? Это где-то не будет. Черт, смотри. Это удар мрачной черепахи, друзья. Я без оружия. Я бегу. Он убрали. Он убрали. И все. Двойная огненная вертушка. Двойная огненная вертушка делается очень просто. Берется. Я надеюсь, ты не сломал. Тройной смертельный удар богомола. Ой, богомол же очень легко делать. В смысле? Смерть нас только через 999, да? Ну, давай мы вернемся сюда. Я здесь, по-моему, должен походить, правда? Кажется, да. Теперь ты не доспустишь ошибки, да? Ведь я же призналась, что не умею. Да блин, ты призналась, что не умею, но я-то что умею, думаешь? Я никогда не смотрю туда. Я делаю это все абсолютно случайно. Как-то вот так. Конечно. Итак, вернемся к тебе и поговорим хоть вообще чуть-чуть о тебе, чтобы хоть что-то узнать. У нас тут такая традиция организовалась задавать некий вопрос. Такой один день из жизни. Вот один день из жизни я только боюсь теперь сказать кого? То ли мастера по каратэ до шатакан, то ли, как ты сказала вначале, цветной истерички. Но я думаю, все-таки человек, который работает в рекламе. Один день из жизни копирайтера, мне интересно. Копирайтера ли? Ну, копирайтер, хорошо. Начинается он с трудом, как всегда, потому что закончился он поздно. Вот. Бегу-бегу-бегу на работу, и там понеслась. Мы приходим, у нас проходит неожиданный для нас статус, когда выясняется, что мы все должны были сделать позавчера, а не завтра. Вот. Я копирайтер, я должна владеть словом. пишу разные, не на чем показать, хедлайны, то, что вы видите на билбордах, то, что вы видите в журналах, в телевизоре, по радио, сценарии и такая прочая фигня всякая. То есть в течение дня ты вот занимаешься только тем, что ты пишешь вот эти тексты, 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 тексты. К сожалению, сейчас да. Ну, нет, не в течение всего. В течение всего рабочего дня. В течение всего рабочего дня. Внуши лето. Ну, это отчасти правда. Вот. Приходится, да, просто сесть, 8 часов оттерабанить хедлайны, пиар-статьи и все такое прочее. Грустно, правда? Нет, почему не грустно? Ну, это рабочий день. Рабочий день. После такого рабочего дня у меня начинается вторая смена, где я живу для себя, да, где я занимаюсь танцами, к сожалению, не каратэ, Сашечка. Да, ну ладно, да. Неплохо получается, я думаю, что стоит об этом подумать. Вот. Ну, изучением всяких разных интересных штук. Так, вот поподробнее. Ну, то есть все-таки. Я участвую в театре. Я просто не хочу говорить о работе. Вообще не хотела говорить о работе. Окей, давайте подкинем. Да, классно, классно. И работу мы выкидываем в космос! Yes! Все отлично. Отлично. Вот. Я участвую в театре. Что это за театр? В казахстанско-английский театр. Казахстан English Language Theater. Вот. Мы делаем всякие безумные вещи. Два раза в год у нас постановки. На английском языке, правда, все время. Пока на русском еще не было ни разу. В течение 10 лет мы существуем. И вот 10 лет будем отмечать в декабре. Я приглашаю тебя. Я приду. Вот. И всякие разные штуки. Это, ну, конечно, сценарное написание, режиссура. Мне интересно. Изучение разных языков. В смысле, иностранных языков. Очень хороший вообще образ жизни. Никак не ассоциируется это не с человеком, который поет в рок-группе, не с человеком, который работает в рекламе. Обычно, то есть, эти люди больше похожи на меня. Ну, я к тому, что ведут очень нездоровый образ жизни. Я здоровый, да. Нет, я веду здоровый образ жизни. Ну, в смысле, как здоровый? Просто скучно все время вести нездоровый образ жизни и быть вокалисткой в рок-группе. Это как-то сужает интересы сильно. Именно поэтому я все время тороплюсь. Значит, это новое, Саша. Поэтому я все время не успеваю. Это просто к разговору. В начале передачи. Даже не передачи еще. До передачи. До передачи, да. Замечательно. Ну, и заканчивается все это. Бумс! Отрубоном, да? Да, вот так вот с книжкой. Бумс! И отрубон. С книжкой. Что читаешь? Много всего разного интересного. Сейчас читаю Миллера. Тропик Рака. Просто безумство. Какой-то кошмар. Ну, и также Рубин Микки. Это писать сценарий и все такое прочее. Это хватает человека вот на такую жизнь? То есть сейчас давайте по пальцам. То есть получается работа с текстами. Ну, то есть умственная работа. То, что думаешь, придумываешь, придумываешь. Потом ты идешь... Ну, у тебя вот немного физики какой-то. Карате-до, танцы. Ну, танцы, ладно, а не карате-до. После этого у тебя снова тексты и театр. То есть опять что-то придумываешь. Потом ты еще читаешь. Каша в голове не образуется. Нет, наоборот, мне помогает это упорядить все в своей голове. Нет, ну там же у нас резерв огромный. Все нормально, Саша, конечно. У меня просто, видимо, так проблема с этим. Я ходил? Ты ходил? Ну, у нас следующая рубрика. Рубрика по попе называется. Да, никого по попе бить не будем, но мы будем петь с тобой. Ну, в общем, после недолгих приготовлений, я вас уверяю, недолгих прошло-то всего часа два. Мы не репетировали, потому что это невозможно репетировать, потому что это можно только сделать импровизационно. Мы в рубрике по попе сегодня вместе с Таней будем петь замечательную песню, под которую вы наверняка танцевали с веником и со шваброй перед зеркалом. Это песня группы Modern Talking, она называется... You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. Да. И я буду играть эту песню на гармонхе, а Таня будет петь своим голосом. Ты будешь мне подпевать. Я буду помогать, конечно, но начнешь ты сама, потому что я вступление, вступление. Я буду живем, я живем, я живем, я живу. Я живу в моих-химии. Я живу в моих-химии. Ты мой heart, ты будешь мой soul. Я продолжаю проникнуть в город-куда я встал. И оставь меня вместе с вами. Да. У-у-у-у-у-у-у. Фу-фа-ти-ку-пу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Все-таки, танцы нужны, Саше. Это хип-хоп сейчас, хип-хоп. На французском, припев. Бедные. И заканчиваем. А, концовка-то получилась. Концовка была очень классная. Аплодисменты! Исполнение Modern Talking великолепное. Бедные, бедные, как зовут этих ребят? Дитер Болин. А второй тоже, по-моему, Болин после этого исполнения будет. Но ничего. Мы продолжим играть в шашки. Мне казалось, что здесь что-то поменялось на доске. Ничего не менялось. Пока я там настраивался, играл. А, ну да, я тебя быстренько выиграл, но потом быстро поставил все на место. Тогда кто ходит? Я. Давай. Вот кроме первого рубежа, который был, что-то у нас как-то и не намечается ничего. Никто никого не рубит. Мне кажется, надо устроить некую за руку здесь на доске. Нам надо просто чтобы поменяться местами. Мы можем несколько операций меняться. Заметьте, это не я предложил. Все, меняемся. Да, отлично. Мне нужна новая чашка. Ну ты же сама предложила, я же говорю. Вот так я похожу, между прочим. Перфекто. То есть, ну смотри, если я выиграю и я на этой стороне, то как бы я тебя выиграю. Нет, мы с тобой еще раз потом поменяемся. Вот эти вот все договоры с женщинами, всегда они мне подозрения вызывали. Ну ладно, продолжим. А вообще, в целом, за базар ответишь. А у нас есть вот часть песни, скажем так, это тут припев, это или куплет. То есть, тексты вообще в отрыве от музыки очень сложно воспринимать. О, да, очень сложно. Но так или иначе, они же там присутствуют. Да, конечно. И вот впервые, можно сказать, в нашей программе будут не просто стихи, а именно текст песни. Я бы хотел, чтобы ты прочитала, а после этого, то есть, мы бы там как-то еще обсудили бы с тобой это. Вот прочитать, можешь чуть-чуть напеть? Давай. Луч прожег в окне миллионы отверстий, и твои слова все летят в пустоту. Слишком много лишних движений на месте, не успеешь ты, я тебя не пойму. Не перебивай меня, не перебивай меня, слышишь, говорю, только я. Ну да, смотри, ничего, капельно там все получается. Вот, да, в песне вообще все замечательно смотрится, но сейчас возникнут вопросы. Например, луч прожег в окне миллионы отверстий, и твои слова все летят в пустоту. Как связаны эти две строчки между собой, и о чем ты хотела сказать? Да, знаешь, есть люди, которые много разговаривают. Я знаю. Вот, нет, разговаривают. Коллега. Разговаривают очень много и говорят ни о чем. И, знаешь, иногда такая ассоциация, как будто вот они прожигают эти слова. Меня. Когда один много разговаривает. В окне? Лучше прожег в окне миллионы отверстий. Ну, в смысле, это образ такой, да, конечно. В каком-то окне? В душе в моей прожег, прожгли вот все вот это. В окне твоей души? В окне в моей душе, это просто образ такой. Все окей. Вот. Это, ну, миллионы слов, которые просто прожигают и исчезают. Да. Как говорил мой папа, в одно ухо заходит. В другое, да. Все. Здесь что, слышно что ли? Слишком много лишних движений на месте. Не успеешь ты, я тебя не пойму. Ну вот, опять это о том, что много говорят и мало действий. Много лишних движений. Но в это же время, оказывается, ты что-то хочешь сказать. Да, и теперь хочу сказать я. И я говорю все. Не перебивай уже меня. Говорю только я, вот это мне нравится. То есть, почему это так? А то есть, а он не говорит? Ну, потому что слишком много было сказано. Это эмансипация какая-то в песне вдруг? О, камон! Нет, нет. Ну, просто, опять-таки, хочется иногда сказать стоп, послушай меня. Вот сейчас буду говорить я, это послушай спокойно. Не, ну, тут не так. Тут не так. Пожалуйста, послушай меня. Говорю только я вот так. Хорошо, ладно. Это характер открывает, да? То есть, так или иначе, это характерная для тебя песня же? Конечно. Характер, характер. Да, характер. Не переживай за меня ты. То есть, а там, значит, заложено было переживание. То есть, он хотел тебе как-то помочь вроде бы, а ты говоришь, что ты паришься, да? Вот так буквально. Ну, пусть будет так. Сейчас я тебе все разложу по полкам, как было, да? Ну, вот так реально. Ну, пусть будет так, Саша. Ну, как пусть будет так? Ну, не надо. Шашка, ну, давай, Шашка, давай так будем. Не, ну, о чем в конечном итоге песня? Песня говорит о том, что люди слушайте друг друга. И вот такая внезапная у нас открытие. Ну, оп, такое открытие, да. Нет, серьезно. Слушайте друг друга и не только себя. Ну, в том числе это я себе говорю тоже. Я не говорю, что о-о-о, я всегда только слушаю. Я точно так же перебиваю и точно так же я хочу, чтобы мне люди говорили. Не перебивай меня. Сейчас говорю только я. Вот. А, вот так. А тут я послушал бы, я бы подумал, что песня все-таки о другом. Я подумал бы, что, то есть, именно о характерной черте исполнительницы. То есть, мол, давайте знакомиться, я вот такая. И когда я говорю, все остальные молчат, как Дмитрий Медведев. Камон. Владимир Путин. Смотри, слушать сюда, да? Да. Я думал об этом. Но, окей, за базар ответил. Вик. Все считается? На районе еще и респект. Все нормально, да? Давай, делай ход. Красавчик, черт. Вот так делайся. Там все равно это мои шашки. Черный, ты забыл? Все нормально. У нас тут осталось-то совсем чуть-чуть до конца игры, поэтому у нас 10 блиц-вопросов. Соответственно, ход-вопрос, ход-вопрос. Окей. То есть, мы не будем меняться обратно, как тебе кажется? Нет, только мы не будем. Я, видишь, у тебя спрашиваю уже. Не сам уже, не перебиваю тебя я. Да, я перебиваю. Спасибо тебе. Что, может поменяемся? Местами? Да не вопрос. Поменялись местами. Я хожу, да? Да. Я же только что ходил. Я знаю. Я понял, почему ты предложила снова певицесть. Ну, не все время же тебе быть в комфортных условиях. Правда, Висаж? Ну, да, конечно. Я тем более все равно смогу сделать так, как мне надо. Не сомневаюсь. А, блиц, вопрос уже. Рок-певица Это, по-твоему, что это и кто это? Рок-певица. Это, это очень мило. Это баловство, это драйв, это страсть, это выражение самых-самых-самых разных эмоций и это сексуально. Главная проблема рока в Казахстане. Это серьезный вопрос. Я не знаю. Саша, я не знаю, какая проблема. Я тоже не знаю. Я себя и в рок-певице не воспринимаю. Ну, просто такое, что поделать? Проблема, проблема в лении музыкантов. Вот. Ну, отлично. Знаешь, что ты не знаешь. Почему у Карлса вырос вентилятор на спине? Ты же знаешь? Ну, он же много варенья ел. Когда много ешь варенья, тогда сразу вырастает. У меня такое было, Динас. Вот. Пророк не знает про Карлса, он зато знает. Я вот... Твой девиз, какой у тебя вот девиз такой по жизни? А, салют, денеро и амор. Это значит на испанском здоровье, деньги и любовь. Ну, круто же. Никак не секс, наркотики, рок-н-ролл. Нет, нет. А хорошая альтернатива, кстати, может тебе в массы как-то предложить. Ладно, у тебя есть миллион и пять минут, чтобы с ним разобраться, то есть потратить его. Вот, как бы, куда ты, как ты потратишь его? Я бы сняла свой фильм. За пять минут. За пять минут. Я бы за пять минут быстренько написала смету и быстренько, быстренько, быстренько все определила. И все, и все, и нет, все миллионов. Сколько? Нет. Один миллион. Один миллион. Да. Значит, это будет короткий метр. Правда, я не уточню, миллион чего. Ну, ладно. Я хожу. Нет, ты не походила, я не увидел, чтобы что-то изменилось на доске. Ты должна это сделать. Хорошо, пожалуйста. Какая разница, где рубить? Какая разница, где рубить? Сашка рубит везде, где хочет. Что бы ты усовершенствовала в этом мире? Что бы ты усовершенствовала в этом мире? Вот в руки, я понял, ты ничего не хочешь делать. А вот… Нет, это не правда, я не говорила. Вот, я хотела… Подожди, подожди, вот. Ага. Тихо. Усовершенствовать в этом мире. Лень, честное слово. Вот мы ужасно все ленивые люди, поэтому у нас все так плохо, и мы любим жаловаться, и ни хрена ничего не успеваем, не делаем, а только жалуемся, жалуемся. Вот это бы я изменила в мире и в себе, в частности. Для того, чтобы та же самая музыка у нас развивалась, в конце концов, нужно что-то делать. Отлично. Самое невкусное, что ты пробовала когда-либо в жизни, это что? Ой, боже мой, это было какое-то страшное морское существо. Мне его показали после того, как положили, в смысле, живым показали после того, как я немножко попробовала. Я даже не смогу описать, я не знаю, что это было, но оно было все очень мерзкое. Нет, надо как-то с котелем, чтобы они не повторяли ошибку. Знаете, это что-то типа живой требухи, наверное. Вот это самое мерзкое, что может быть. Когда поедете на Атлантику, не покупайте живую требуху. Не будем об этом больше. Кто? Я только что походила. Значит, я опять рублю. Давай-давай. Ну и ты рубишь, ладно уж. Слушайте, будет и на твоей улице праздник. Спасибо. Героем какого фильма или книги ты бы хотела быть? Книги или фильма. Я бы была, наверное, маленькой девочкой из книжки «Сорняк, обвивший сумку палача». Вот. Ален Брэдби написал ее. И там девочка безумная, которая хорошо знает химию. Это то, чего я не знаю. И вообще у меня все с логикой хорошо, чего у меня, наверное, нет. Ты ходишь. А вот так вот. Ага, хорошо. Что у тебя в карманах? В карманах. В карманах. В карманах. Может быть, наушники? Ну, это вопрос показательный. Надо показывать. Наверное, в других карманах. А, ну почти что наушники. А, ну нет, в карманах у него петличка такая специальная. Вывод не видите, а тут такие штучки есть, а там провода. Ну, то есть это нет в кармане. Ну, в целом, ничего не остается, как рубить. Давай. И я с удовольствием это сделаю. Ты тоже можешь. Рубануть. Да. Вот. Ну, на этом мои вопросы закончились. У тебя есть возможность что-то договорить, что-то не досказала, сказать зрителям что-нибудь нашим. Пожелать, может быть, что-нибудь. Ну, такая традиция у нас. Ты же не досмотрела передачу до конца. У нас такая традиция. Хорошо. Я желаю вам всем быть людьми асимметричными, потому что симметрия – это признак неполноценности. Будьте интересными и вперед идите. Да, Саша? Я не знаю. Я ничего об этом не слышал. Я хожу, вот что я знаю. Мы закончим игру, вы будете видеть ее, как обычно, в быстренном формате. Ну, а потом вернемся для исполнения желаний. Сейчас у тебя будут завтраки брать. Такое есть понятие. Когда не будешь любить, будет пешка твоя удаляться. Какой я умный! Черт, какой я умный! Да! Спасибо вам большое! Такой гениальный! Как я замутил! Какая комбинация! Пока ты меня ведешь на одну пешку. Окей. Но все равно это нечестно. Конечно, это нечестно. Мы всего два раза пересаживались. Это совсем нечестно. Классно! Я победил в этой игре, дорогие друзья. Я не буду скрывать свои радости. Ура! Мы решили так сделать. Я не могу придумать желания сейчас сразу для Татьяны. Потому что я весь в смущении. Девушка впервые у меня в программе. Желания всякие лезут в голову, знаете? Ну ладно, все, давай. Давай, ты меня, я тебе. Все, договорились? Так нормально тебя устроит? Саша, давным-давно мы с тобой делали песни. Я хочу, чтобы мы ее записали. Вот здесь, на этой студии, сейчас. Ну, или спели вместе. Ха-ха-ха-ха! Я слов не знаю. Блин! А как мы ее можем спеть? Нет, ладно, хорошо, давай загадывай свои желания. Нет, давай. Давай-давай загадывай свои желания. Друзья, у нас появляется дамбра из кустов. Не прошло как бы и полувека, как мы вспомнили слова. Спасибо моему сиамскому близнецу Мунири. Мы с группой 2145, которая помогла нам восстановить события прошедших лет. И мы вспомнили один кублет. Ура! Сейчас мы попробуем его сделать с дамброй. Давай. Попробуем, поехали. Бизнес-блюз, йоу! А, бизнесмен, бизнесвумен, йоу, йоу! А, бизнесмен, бизнесмен. А, бизнесмен, бизнесмен. А подкручены все филиалы твои. Смотри, никаких гарантий нет и не будет. Теперь мы можем вместе выступать, Саша. Еще второй куплен. Вот с этим номером, я думаю, у нас будем собирать стадионы и дворцы молодежи. Да. Но это в завершении мое желание, потому что мы так договорились. Мое желание будет такое. Сейчас танец танцует хамажай. Хамажай карты эдишн. Андрей Костик Кокса. Зеркало. Кокса. Зеркало! О, все Было что-то, да? Все, пока, друзья На этом все Пойду учиться на Домре играть